День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Предписано рекультивировать. Кузьми на враг защитили через СУ. Контроль на линии. Инспекторы автодора нагрянули в поселок Южный. С тишками по области. Рязанская мастерица вышла карту региона. Еще одной несанкционированной свалке в Рязани скоро придет конец. Речь о так называемом Кузьмином овраге. Природоохранная прокуратура добилась в суде его рекультивации. Площадь свалки внушительная. Больше 5000 квадратных метров. Эта трубка в гаражном кооперативе «Ремонтник» в сказочную страну вела когда-то давным-давно. В те же стародавние времена за гаражами был ручей Кузьмин. Теперь вода осталась на другой стороне проезда Шабулина. Это же место стали называть Кузьмин овраг. Но теперь здесь твердые коммунальные отходы. Банки, бутылки и даже бамперы. Неизвестно как долго все это копилось. Местные пожаловались на стихийную свалку первому заместителю Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Специалисты выехали на место. Масштаб их впечатлил. Различным хламом завалено 5300 квадратных метров. С целью устранения нарушений природоохранная прокуратура предъявила исковые требования к администрации города Рязани. Решением Московского районного суда города Рязани на администрацию города была возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку. В исполнении судебного решения администрация города Рязани заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации нарушенных земель. Стоимость такого муниципального контракта почти 3 миллиона рублей. Работы осложняются тем, что подходы к оврагу уже заросли бурьяном. Плюс естественный уклон местности. Сроки устранения будут прописаны в проектной документации. Исполнение решения суда находится на контроле Рязанской межрегионной природоохранной прокуратуры. Если несанкционированную свалку не устранят, то ведомство поднимет вопрос о привлечении к ответственности вплоть до уголовной. Сегодня инспекторы Восточного межрегионального управления Госавтодорнадзора провели проверку остановочных пунктов в поселке Южный. Вместе с сотрудниками управления транспорта администрации Рязани они останавливали маршрутки, изучали соответствие техническим характеристикам, карту маршрута и соблюдение перевозчиками установленных схем движения. Вы знаете, по каким остановочным пунктам вы должны ехать? Вот, выписка из реестра. Здесь поселка Южный нету. Здесь у вас нет остановки. Вы нарушаете маршрут движения согласно реестру. Либо действительно на русском не понимает, либо делает вид, что не понимает. Вот на этой газели, которую технически относят к малому классу, водитель 33 маршрута прибыл в поселок Южный. Хотя по той схеме движения, что указано в документах, здесь курсировать должен автобус среднего класса. Непорядочек. Впрочем, были и другие нарушения. Помимо этого, установлено нарушение пути следования по маршруту номер 33. По итогам рейдового мероприятия, автобус арестован и помещен на хранение на стоянку. Ответственные лица, то есть перевозчик, вызван для рассмотрения административного правонарушения. Поселок Южный не первый и не единственный пункт ревизии инспекторов автодорнадзора. В феврале такую инспекцию провели в Княжьем поле, Семчино и Недостоево. Проверяли абсолютно все. От речевых информаторов до наличия сведений в договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Рейды будут продолжены, так что спокойным не может себя чувствовать ни один нарушитель. История о том, как бездумное погружение в чувства может повлечь неприятные последствия. Романтический вечер одной из рязанских пар неожиданно завершился масштабным пожаром, а неаккуратный герой-любовник получил уголовную статью. Подробности далее. Эта история уходит корнями в новогодние каникулы прошлого года. Все это время длилось следствие, выясняли обстоятельства того нескучного вечера. И вот, наконец, суд вынес вердикт. Согласно обвинению, в 4 часа утра 6 января 2022 года осужденный отмечал годовщину отношений совместно со своей сожительницей в снимаемой ею квартире на улице Новоселов города Рязани. Для создания романтической атмосферы он зажег свечу и установил ее на крышке от трехлитровой банки рядом с диваном в комнате квартиры. После этого он, оставив без присмотра источник открытого огня, удалился со своей возлюбленной в ванную комнату. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание отделки дивана и в последующем огонь перекинулся на сгораемые материалы и предметов быта и декоративные отделки квартиры. В результате пожара собственнику квартиры был причинен материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Приговор у мирового судьи 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина осужден за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем. По статье 168 Уголовного кодекса РФ, учитывая ранее вынесенные в отношении него приговоры, мужчину приговорили к одному году 8 месяцам лишения свободы со штрафом и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Осужденный полностью признал свою вину и активно способствовал его расследованию. Приговор суда в законную силу еще не вступил. 12 июля по новому стилю день памяти святых апостолов Петра и Павла. Назван он в честь учеников Иисуса, которые проповедовали христианство по всему миру. Чем этот день так важен для православного мира, расскажем далее. Жизнь апостолов Петра и Павла – это жизнь двух абсолютно разных людей, хотя упоминают их именно вместе. Например, Петр был близким учеником Христа, а Павел же не видел спасителя при жизни. Да и в противовес неграмотному рыбаку сам был образованным фарисеем. Однако вера связала этих людей так крепко, что они обращались друг к другу не иначе, как словами «возлюбленный брат». Пусть они и были отличными друг от друга, в их жизни было много общего. Оба проповедовали христианство, оба отреклись от веры, и оба апостола приняли мученическую смерть в Риме. По мнению одних историков, казнь Петра и Павла произошла в один день. Другие утверждают, что с разницей в год. Казалось бы, что в этой жизни может быть хорошего. Но, тем не менее, сегодня мы вспоминаем этих мужей, их подвиг. Мы понимаем, что сегодня мы тоже призваны на служение Богом, свидетельствовать о Нем, этому миру, о Его воскресении. И в то же время, конечно, мы не знаем имен тех людей, которые причиняли апостолам страдания, которые в конечном итоге приговорили их к смерти и приводили эти приговоры в исполнение. Эти люди забыты историей. А вот подвиг апостолов живет. И это говорит о том, что этот подвиг свят. 12 июля также заканчивается и так называемый апостольский пост. Его длительность, кстати, каждый год разная и зависит от Пасхи. В этом, например, он продолжался довольно долго, говорят священнослужители, месяц. Но при этом они добавляют, что пост – это время подвига, когда можно преодолеть себя и научиться чему-то новому в духовной жизни. Есть даже традиция по окончанию поста в Петров день собираться за большим столом, чтобы разговеться. Но традиции – это довольно переменчивое явление. Они могут формироваться, могут меняться. Жизнь во Христе, она не является традицией как таковой. Она является реальностью общения с Богом. Поэтому, в первую очередь, для христианина важно, конечно, богослужение, где мы обращаемся к Богу, где мы соединяемся с Ним в Таинстве Святой Евхаристии. И через Него мы соединяемся со всем миром, в том числе и с апостолами христовыми, которые также служили Богу, совершали то же служение, которое мы совершаем сегодня. И для нас это очень важно. Традиции в народе, однако, уже укоренились. Так, например, считается, что в этот день нельзя венчаться. Но сыграть светскую свадьбу церковь не запрещает. В Петров день не принято работать, особенно физически. Поэтому и советую дачникам в этот день отдохнуть. На Руси же Петров день считался праздником рыбаков. Причина простая. Апостол Петр был рыбаком. И да, именно о нем поется в известной песне группы «Наутилус Помпилиус». Потому и собирали, что называется, всем миром на восковую свечу Петру Рыболову. Рязанка своими руками вышила карту региона на льняном холсте. Идея объединила в себе колорит всех районов Рязанской области. За основу мастерицы взяла орнаменты народных костюмов. Работу закончила за полгода. Ирина Рифель занимается художественной вышивкой уже 17 лет. Особенность этого декоративного прикладного искусства в том, что прежде чем приступить к работе, нужно нарисовать эскиз на бумаге. Так мастерица продумывает каждый орнамент или узор, подбирает цвет ниток и их сочетание, прежде чем возьмется за иголку. По словам Ирины, ее увлекают масштабные проекты. Одним из последних стала карта региона, на которой вручную вышито 25 районов Рязанской области. Каждый район очень богат колоритным, красивым народным костюмом, который можно узнать по определенному орнаменту. Вот именно эту идею я решила пронести через всю работу. То есть в каждый район я вписала тот орнамент, который наиболее ярко рассказывает о народном костюме, который там бытовал. И уже некоторые даже подтвердили, знающие, опытные люди, они узнают районы. Каждый регион получился аутентичным. Ирина рассказывает, именно такими узорами люди украшали свои костюмы в конце 18-го, начале 20-го веков. У каждого орнамента свой смысл. Этот называется «Рязанские денежки». Им вышит Михайловский район. Михайлов, легко узнаваемый. Он сейчас широко используется на информационных стендах, на оформлении города Рязани. Ярко характеризует нашу Рязань, потому что этот орнамент именно в Рязани только бытовал. Рязанские денежки, благополучие. Кстати, карта выполнена в технике «Счетная гладь». Это значит, что мастерица кладет стежки строго в определенном направлении, считая число пропущенных нитей. Работа, конечно, кропотливая, признается девушка, но результат всегда оправдывает ожидания. Это никакое не сшивание нескольких полотеней, ни в коем разе. Это одно полотно. Изо льна выдергивается определенное количество нитей в одном и вертикальном, и горизонтальном направлении. Поэтому сеточка получается ровная, потому что идет счет нитей. Потом закрепляется эта сетка по краю валиком, и уже на сетку наносится орнамент. В работе помогают пяльца. На них натягивают изделия, и каждый стежок получается ровным. Это очень важный нюанс, ведь нитка затягивается крепко, и в случае ошибки работу исправить уже будет нельзя. Сейчас Ирина Рифель вышивает скатерть. С ней она и поедет на Всероссийскую выставку от Союза художников России. Она пройдет в Москве этой осенью. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Юльское тепло вернется в Рязань уже в это воскресенье. По словам синоптиков, температура воздуха днем будет достигать 22-23 градусов. На следующей неделе потепление продолжится и уже к 18-19 июля температурный фон полностью нормализуется. При этом осадки не ожидаются. Так что те, кто планирует уйти в отпуск в этих числах, оставаясь в Центральном федеральном округе, не пожалеют. Сегодня воздух прогрелся максимум до 20 градусов, а завтра рязанцев ждет еще похолодание. Среда, по данным Центра погоды «Фобус», может стать самым холодным 12 июля за последние 75 лет. В соседних регионах в середине лета прогнозируется плюс 21-23, обильные продолжительные дожди и шквалистый ветер. Август 2023 года продолжит тренд на странные лета, которые заложили его собратья по сезону июнь и июль. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, на всю территорию России вернется адская жара. С одной стороны, это неплохо. Россиян ждет щедрая компенсация за холодный июль. Но с другой, резкое изменение направления воздушных масс спровоцирует образование зон холодного и горячего воздуха. Их столкновение вызовет целый ряд опасных климатических явлений, таких как ураганы, грозы, молнии и град. В конце августа к серьезным природным катаклизмам синоптики призывают быть готовыми жителей почти всех регионов страны, но прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, Крыма, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Впрочем, долгосрочные прогнозы не отличаются высокой достоверностью. Примерная оправданность долгосрочных прогнозов на месяц составляет 60%, а на 3 месяца и того меньше. Но погодные аномалии и катаклизмы в последние годы действительно происходят нередко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова